Пока это только законопроект, но документ уже вызвал широкий общественный резонанс. Сейчас нынешние редакции предложенного федерального закона о профилактике семейно-бытового насилия проходят публичные обсуждения. Сразу две общественные комиссии, Комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике и Комитета по труду Самарской губернской думы собрались, чтобы высказать свое мнение. Данный законопроект не внесен в Государственную думу. Данный законопроект еще не подготовлен. То есть, как мы называем, это идет нулевое чтение. Оно очень важно, потому что мы должны, во-первых, а, услышать мнение общественности, б, мы должны понимать, как будет этот правоприменительная практика данного законопроекта, и, в, мы, конечно, должны принять решение, в какой форме будет выдан этот законопроект. Текст законопроекта опубликован на официальном сайте Совета Федерации. Мнения сразу разделились. Первые считают, что необходимо остановить жестокость, с которой сталкиваются люди, живя под одной крышей с агрессивным домочадцем. Их оппоненты считают, что все нормативные документы уже приняты, необходимо только, чтобы все силовые ведомства строго следили за исполнением закона. В частности, против выступают религиозные конфессии. Патриарх московский Евсея Руси Кирилл заявил в рождественском интервью, что закон недоработан. Огромное количество разных НКО могут вторгаться в жизнь россиян и заниматься регламентацией их семейных отношений. Но что это такое? Там даже не прописано, какие некоммерческие организации могут этим заниматься. То есть вообще любые. Я как бы не согласен, чтобы в семью вторгались непонятные люди, возможно, с которыми я не буду согласен по принципиальным моментам. В окончательной редакции закона, по мнению депутатов и общественников, должны быть учтены все мнения. Олег Зверев, Василий Калдашов. События.